В эфире Upgrade. С вами Лекса и, как всегда, наш эксперт, доктор технических наук Кузнецов. Сегодня мы поговорим о самой уязвимой части любого промышленного устройства, о его коммуникационном порте, том самом разъеме RS-485, который смотрит наружу и первым встречает все электрические сюрпризы, и о самой, самой обнадеживающей строчке во всем дата-шите надписи ESD-Protected на микросхеме этого самого порта. Док, давайте на чистоту. Эта надпись — это техническая характеристика или просто элемент дизайна упаковки? Вы правы, Лекса. Тут есть важный нюанс. Встроенная защита в микросхеме закрывает только те воздействия, которые физически реализуемы на кристалле. Но реальное поле — жестче. Быстрые коммутационные всплески и особенно грозовые или сетевые search-импульсы несут себе энергию на порядке выше. Эту энергию чип на кристалле утилизировать не может физически. Иначе говоря, чип и не обязан выдерживать все сам. Это задача внешней, каскадной защиты порта. Что ж, раз производители чипов защищают только микросхему, а не весь порт целиком, давайте сделаем их работу. Сегодня разберемся, как построить надежную защиту именно для порта RS-485, чтобы он выживал в реальном мире, а не только в стерильной лаборатории. Оставайтесь с нами, ставьте лайки, а мы продолжаем. Док, давайте проведем расследование. Кто главные подозреваемые в выходе из строя портов в полевых условиях? Lexa. Список угроз в реальном цеху очень широкий. Давайте посмотрим на них по порядку. Сначала идут классические импульсные угрозы. Это ESD – статический разряд от оператора. Затем CDE – это гораздо более мощный разряд заряженного кабеля при горячем подключении. Далее коммутационные всплески, или EFT, от реле и двигателей. И на крец SEARCH – мощные импульсы от грозы. Но и это не все. Есть и другая группа угроз, о которых часто забывают. В первую очередь это Power Cross – фатальная ошибка, когда на сигнальную линию по ошибке подают питание. И, конечно, вечная проблема – сдвига потенциала в земли, GPD, в больших зданиях. Из всего этого списка три типа ESD, EFT и SEARCH являются классическими для обсуждения защиты. О них и поговорим подробнее. Первый – это ESD или электростатический разряд. Это кратковременный, на наносекунды, высоковольтный импульс от прикосновения человека или инструмента. То есть это такой быстрый удар. Пока схема поймет, что ее атаковали, она уже, в общем-то, мертва. Ясно? Ха-ха-ха, совершенно верно. Второй тип – это EFT – электрические быстрые переходные процессы. Это целые пачки коротких импульсов, которые возникают при коммутации индуктивных нагрузок, двигателей, реле. А, это как смерть от тысячи порезов. Мелкие, но частые воздействия, которые медленно, но верно доводят систему до краха. Что дальше? Третий и наиболее разрушительный – SEARCH или мощный выброс напряжения. Он возникает от удаленных грозовых разрядов или крупных коммутаций в силовой сети. Этот импульс гораздо длиннее микросекунды и несет в себе на порядке большую энергию. Позвольте угадаю. Компонент, который героически бросается на абразуру, чтобы остановить быстрый ESD, от энергии SEARCH просто испарится, так? Именно. Нельзя защититься от всех угроз одним компонентом. Для каждой из них требуется свой подход и свои элементы защиты. Компоненты и принципы защиты Хорошо. Мы достаточно полюбовались на проблему, а чем нам предлагают отбиваться? Что лежит в нашем, скажем так, скромном инженерном арсенале? Начнем с самых быстродействующих – TVS-диоды или супрессоры. Принцип их работы очень прост. Они ставятся параллельно линии. Это может быть включение между сигнальным проводом и землей, как показано на схеме, или непосредственно между дифференциальными линиями, например, А и Б. В штатном режиме TVS-диод не активен. Он спит. Но как только на вход приходит высоковольтный импульс, диод мгновенно, за наносекунды, открывается и, как показано, сбрашивает всю избыточную энергию этого импульса на землю. В итоге к нашему чувствительному устройству проходит только безопасный, ограниченный по амплитуде импульс. Они идеально подходят для подавления ESD и FTI. Отлично. То есть, мух, мы отгонять научились. А что делать, если на нас несется товарный поезд в виде серч? Для поглощения большой энергии применяют два основных типа силовых компонентов. Газоразрядники, GDT и кремниевые тиристоры-ограничители, такие как седактор или трисел. Сначала о GDT. Принцип его работы хорошо введен на этой схеме. Он, как и TVS, ставится параллельно линии. В штатном режиме он обрыв. Но, как показывает вольт-амперная характеристика, когда напряжение импульса достигает максимального напряжения пробоя, газ внутри ионизируется. Сопротивление GDT лавинообразно падает, он зажигается, и напряжение на нем снижается до напряжения дуги. Это всего 10-12 вольт. В этом состоянии он шунтирует, то есть сбрасывает весь основной ток серч на землю. Второй тип – тиристор-ограничитель. Это полупроводник, работающий как быстродействующий коротыш. При превышении порога он открывается и удерживает низкое напряжение на линии, пока ток не спадет. Он обычно быстрее GDT, что упрощает координацию с ТВС-диодами. Минуточку. То есть у нас есть два тяжеловеса, медленный GDT и более быстрый тиристор. Почему бы просто не ставить их везде и не закончить на этом наше страдание? Слишком просто, в чем подвох? Потому что они оба компоненты типа краубар, то есть коротыши. И хотя тиристор быстрее GDT, они оба слишком медленны для защиты от сверхбыстрого ESD. Пока они сработают, импульс уже повредит приемопередатчик. Мы снова сталкиваемся с инженерным компромиссом. Быстродействие против энергопоглощения. Но в нашем арсенале есть еще один, один особый компонент, который решает проблему координации. Это ТБЮ, или блокатор переходных процессов. В отличие от ТВС и GDT, которые ставятся параллельно линии для сброса энергии, ТБЮ включается именно последовательно, как очень быстрый предохранитель. Посмотрите на схему. Он стоит между силовым GDT, который снаружи, и быстрым ТВС, который будет защищать сам транссирер. Его задача не сбросить энергию, а ограничить ток. В штатном режиме он пропускает сигнал. Но как только GDT срабатывает и через ТБЮ пытается пройти огромный остаточный ток, он мгновенно, за наносекунды, переходит в высокоимпендансное состояние. Он, по сути, разрывает цекь, защищая ТВС и транссивер от разрушения этим током. Построение многоступенчатой защиты. Так, значит, серебряные пули не существуют. У нас есть быстрые ТВС, мощные GDT и координаторы ТВЮ. Как теперь собрать из этого лего рабочую схему? Совершенно верно. Это и называется эшелонированная или многоступенчатая защита. Давайте посмотрим, как все они работают вместе. Представьте, на линию прилетает мощный СЕРЧ. Первая ступень – GDT или Тиристор – зажигается и сбрасывает 99% энергии на Землю. Но он срабатывает медленно и пропускает пик импульса. Этот пик доходит до ТБЮ, который мгновенно разрывает цепь, не пропуская разрушительный ток дальше. И, наконец, вторая ступень непосредственно перед входами микросхемы – это быстрый ТВС-диод. Он подавляет остатки импульса. И я так понимаю, уровень этой спаранойи можно масштабировать. Базовая защита для стерильного офиса и полноценный бункер для заводского цеха. Абсолютно. Производители компонентов предлагают готовые референс-дизайны. Выбор конфигурации – это инженерная оценка рисков. Понятно. Проблемы заземления и гальваническая изоляция. Итак, мы отгородились от внешнего мира. Но, судя по священным воинам на инженерных форумах, главная угроза приходит оттуда, откуда не ждали от нас самих. Я про заземление. Почему этот простой провод вызывает у инженеров столько экзистенциальных терзаний? Потому что здесь возникают две неочевидные, но критически важные проблемы, связанные с разностью потенциалов Земли. Вы хотите сказать, что Земля – это не всегда Земля? Что у нуля бывают разные оттенки? Вот поэтому у инженеров проблемы с доверием. Да. Проблема первая – отсутствие общего опорного потенциала. Давайте посмотрим на эту схему. У нас есть передатчик и приемник. И у каждого своя Земля. Вот эта разница напряжений между ними, она на схеме обозначена как VGPD, это и есть главная проблема. Напряжение, которое в итоге видит приемник, складывается из полезного сигнала, и, что главное, вот этой самой разницы потенциалов. Стандартный RS-485 может работать только в определенном окне напряжений. Обычно это от минус 7 до плюс 12 вольт. Если из-за этой разницы потенциалов напряжение на входе приемника выйдет, за эти плюс 12 вольт, то мы получаем сбой связи. То есть, в лучшем случае, сбой связи. А в худшем, если эта разница окажется еще больше, то просто порт выйдет из строя. Совершенно верно. Но это не единственная проблема, которую мы можем создать сами себе. Проблема вторая – замкнутый контур тока или земляная петля. Вот классическая диаграмма этой проблемы ее часто приводят в пример, в том числе на Википедии. Посмотрите. У нас есть два устройства – С1 и С2, подключенные к разным розеткам. Их земли – G – уже соединены через силовую проводку здания. Но когда мы подключаем между ними сигнальный кабель, экран которого – S, тоже заземляем с обеих сторон, мы создаем замкнутый контур. Вот он, выделен синим. Этот контур работает как антенна. Или, что еще хуже, по нему начинает течь паразитный ток – I, если между точками заземления есть разница потенциалов. Этот ток наводит помехи на сигнальные жилы и может повредить порты. Так, есть ли кнопка катапультирования из всего этого хаоса с заземлением способ просто взять и отказаться от участия? Гальваническая изоляция. Мы полностью разрываем электрическую свесь. Для длинных сетей и систем с несколькими точками заземления это единственное надежное решение. Теория ясна. А теперь к тому, что происходит, когда теория встречается с реальностью. Типичные ошибки проектирования. Судя по формам, самый частый крик души я поставил ТВС-диод, а он сгорел, забрав с собой полплаты. Что пошло не так? Это классика. Первая и главная ошибка – это неправильный выбор ТВС-диода. В итоге диод открывается при штатном сигнале, перегревается и выходит из строя. А вторая по популярности ошибка – это, конечно, вера в чудеса и любовь к экономию. То есть использование неаутентичных компонентов. Да. Клон популярной микросхермы может не соответствовать заявленным импульсным характеристикам. В промышленной автоматике стоимость простоя несоизмерима с экономией на компонентах. Хорошо. Мы выбрали правильные детали, купили их не на барахолке. Где еще мы можем все испортить? Наверняка на этапе монтажа. Конструкция и топология платы. При горячем подключении сигнальный контакт может замкнуться раньше, чем граунд. И последняя ошибка, я так подозреваю, это, в принципе, доверять тому, что написано в дата-шите. Именно. Полагаться только на встроенную защиту. Маркировка ESD-protected чаще всего означает защиту от статического разряда от человека. Она физически не способна защитить от куда более мощных полевых угроз, о которых мы говорили, тех же выбросов search или разряды кабеля. Что ж, Дук, вынуждена признать, вы меня убедили. Волшебной таблетки нет. Надежная защита — это целая утомительная система. Нужно изучить угрозы, подобрить компоненты, разработать стратегию, а потом еще и не ошибиться при монтаже. Совершенно верно. И главный вывод — надежность закладывается на этапе проектирования. А теперь, уважаемые зрители, ваша очередь для сеанса групповой терапии. Какой самый зрелищный отказ интерфейса случался в вашей практике? Расплавленные разъемы, дымящиеся платы? Ждем ваши истории со всеми пикантными техническими подробностями в комментариях. Ставьте лайк, если это видео было для вас полезным, и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующий апгрейд ваших инженерных знаний. С вами были Лекса и доктор Кузнецов в программе «Апгрейд». Держите ваши линии в безопасности! Апгрейд!